Всем привет! С вами Веня Пак. Добро пожаловать обратно на LinguaTripTV. И в этом видео я бы хотел поговорить о самых эффективных способах практики английского языка дома. Поехали! В сообществе изучения английского языка существует популярное мнение, что практиковаться самому дома – это бессмысленное занятие, и что ты никогда не сможешь эффективно практиковаться и выучить язык, если только ты не находишься в англоязычной среде. И это мнение настолько же популярное, насколько оно неверное. Ну, во-первых, я практиковался дома, сам используя все эти методы, о которых я вам расскажу в этом видео. И я это сделал до переезда в США, и у меня все было отлично, и у меня не было абсолютно никаких проблем. Во-вторых, тот факт, что вы приезжаете в англоязычную среду, не означает, что вы сможете практиковаться. Не все сразу находят друзей или людей, с кем можно пообщаться, а если находят сразу, то в большинстве случаев это русскоязычные люди. Вы не поверите, сколько я знаю людей здесь, в Лос-Анджелесе, кто приехал из России, кто по-английски практически не разговаривает. Просто. У них есть свои группы русскоязычных друзей, и все, и больше ничего не надо. Ну, естественно, английский у них плохой, но они не знают, что по этому поводу можно сделать, и как найти людей, с кем можно практиковаться, в принципе. Поэтому надеяться на англоязычную среду это дело бесполезное, поскольку это просто общее понятие, все думают, что так будет легко. Но тут все не так просто. Я думаю, люди, которые переехали в Америку или в другие страны, в комментариях со мной согласятся. Именно поэтому практика дома или просто самому очень-очень важна. Потому что, приехав в англоязычную страну, имея уже какой-то опыт и имея какой-то уровень, вы сможете поднять его еще выше, потому что вы сможете познакомиться, подружиться с людьми, с которыми вы сможете потом практиковаться, как бы общаться. Но приезжая в англоязычную среду полностью сырым, вы не сможете сделать абсолютно ничего. Ну и некоторые, наверное, сейчас думают, практиковаться самому дома – это плохая идея, потому что никто не сможет исправлять мои ошибки. И да, это правда, никто не сможет исправлять ваши ошибки. Но в практике разговорного языка ваша цель – это говорить. Ошибки – это грамматическая деятельность, это когда вы открываете учебник и учите. Когда вы практикуетесь говорить, вы должны говорить. Не зацикливайтесь на ошибках. Ваш фокус должен быть на развитии мышления на английском языке и практике устной речи. Ну, вы все знаете, я думаю, разговаривать сам собой, как способ практики, а мысленно или устно мы даже не будем затрагивать это. Ну и поэтому первый способ практики устной речи в английском языке дома – это письмо. Я знаю, это звучит немножко странно. Но если мы просто подумаем об устной речи на английском языке, у нас есть два элемента – это, так скажем, голова и рот. И прежде чем что-то говорить, вы должны наладить ваш мыслительный процесс и научиться думать на английском языке. И как раз-таки в этом вам поможет письмо. Письмо – это практически то же самое, что и устная речь, за исключением одного параметра. И это как раз-таки тот параметр, который помогает нам использовать этот инструмент, письмо, как отличный способ практики. И этот параметр заключается в том, что письмо и устная речь требуют одного и того же способа мышления и формирования предложений. Но времени подумать вам дается больше. И поэтому письмо – это просто идеальный способ подточить вашу устную речь. Введите дневник, пишите там каждый день, что с вами произошло, раз в неделю. Введите какой-то блог, может быть, делайте обзоры какой-то электроники, техники, фильмов, сериалов, книг. Все, что угодно, все, что вам нравится. Самое главное, чтобы вам сам процесс этот был в удовольствии. Письмо – это один из самых недооцененных способов практики разговорной речи. И зря. Второй способ – подпевайте вашим любимым песням. И вы не только таким образом проводите время с удовольствием, вы еще и учите целые фразы, целые предложения, которые вы можете потом использовать. Я хочу тебя в голове. Нет, это я. Я хочу быть спасен. Sorry, I'm no good at good pies. Когда я только переехал в Америку в 2013 году и пользовался как раз-таки такой методикой, я вам мог, ну, назвать песню на любую фразу практически в каждодневном разговорном английском языке. Мы даже с друзьями в общаге как-то делали такую конкурс, такую игру. Кто-то говорит фразу, и человек должен назвать песню, в которой эта фраза есть. И я всегда выигрывал, и они этого не знали, но это был один из способов моих практики английского языка, поэтому я всегда побеждал. Способ практики номер три – это диктант. Знаете, как вы сидите в школе, учитель диктует, и вы записываете. То же самое. Включайте видео, включайте TED-talk, включайте все, что угодно. Аудиокнигу, подкаст, все, что вам нравится. И слушайте по предложению, ставьте на паузу, и пытайтесь воссоздать письменно, что там происходит. Это поможет вам, во-первых, развивать слух и восприятие английского языка на слух. И второе, это поможет вам развивать вот это вот умение повторять, когда вам кто-то что-то говорит, и вы можете это повторить. Ну и, например, такие сценарии в реальной жизни. Кто-то вам сказал что-то кому-то передать, и вы идете. Что-то случилось, кто-то что-то сказал, прям дикое, и вы хотите рассказать друзьям, вы идете. Ну и следующее, что прям очень хорошо, тесно с этим связано, это пересказ. Это может быть письменный пересказ, это может быть устный пересказ. Как вам удобно, я рекомендую чередовать и пробовать оба варианта. Но вы посмотрели серию вашего любимого сериала, перескажите, что там произошло своими словами. Посмотрите видео и перескажите сюжет этого видео своими словами, письменно или устно. В повседневной английской речи мы кому-то что-то пересказываем очень часто. И это умение поможет вам сделать процесс объяснения чего-то своими словами намного легче. И это помогает вам, когда вы забываете слово. Вы забыли какое-то слово, вы можете его объяснить по-другому. Вы забыли какую-то фразу или высказывание, вы можете объяснить это по-другому. И это очень-очень важный языковой навык. Следующее, это чтение вслух. Когда вы что-то читаете на английском языке, старайтесь читать вслух. Чтение вслух, как правило, это уже не развитие навыка чтения. Это уже разговорный навык. Вы практикуете интонацию, да, в зависимости от знаков припинания, восклицательный знак, вопросительный знак, треточие, просто точка. Вы практикуете ритм. Если у вас запятая, значит небольшая пауза. Ну и также это умение, которое вам тоже очень поможет, потому что вы не представляете, насколько часто меня просят читать что-то вслух в нашей компании, друзья. Если мы играем в какую-то новую настольную игру, мне сразу вручают правила, чтобы я прочитал их вслух, потому что я читаю вслух лучше всех из-за того, что как раз-таки я это практиковал. И знаете, когда у вас глаза сбегают чуть вперед, а вы еще говорите вот это, вот как раз-таки вот это вот умение, это умение, которое очень сильно вам поможет. Я всегда читаю вслух, потому что я это делаю медленно, понятно, без перерывов. И у меня уже глаз натренирован ловить вот как раз-таки все знаки припинания и все прочее. Поэтому это большой-большой плюс. Ну и последнее, не стесняйтесь использовать социальные сети. Твиттер чем хорош это? Например, если вы нашли какое-то непонятное слово, вы узнали его определение где-то в словаре, и вы хотите посмотреть, как оно используется. Вы можете в твиттере вбивать в поиски это слово и смотреть, как реальные люди используют его в реальных предложениях. Ну и социальные сети дают вам, так скажем, платформу для как раз-таки вашего креативного письма, где вы можете писать блоги, обзоры, да. У нас есть твиттер, тамблер, у нас есть фейсбук, инстаграм. Вы можете практиковать что-то постоянно, как в письме, так и записывать себя на видео. И как только вы начинаете выходить из вашей зоны комфорта и постить что-то, чтобы весь мир это увидел, это просто нереальная помощь как раз-таки в процессе улучшения вашей устной речи. Ну и английского языка в целом. Ну и, конечно, все эти способы не будут возможными без хорошего словарного запаса. И существует большая разница между большим словарным запасом и правильным словарным запасом. И с правильным словарным запасом вы сможете выражать себя правильно и наиболее точно. Вам будет намного легче понимать, что другие люди говорят. Вам станет намного проще понимать разные идеи, концепции и мыслить логически на английском языке также с правильным словарным запасом. Это очень сильно поможет вашей способности убеждения. Ну и, конечно, вы произведете хорошее впечатление на других людей. Ни в коем случае нельзя игнорировать этот аспект. Вы должны учить слова. И мы с Мариной составили для вас целый курс, марафон, где мы собрали только правильный словарный запас, больше 125 слов, которые вы будете проходить на протяжении месяца. Только актуальные слова, фразы, фразовые глаголы, идиомы с многочисленными объяснениями, примерами и возможностями для практики. Если вы хотите поднять свой английский на новый уровень и с этими способами практики, о которых я рассказал, заходить все дальше и дальше и дальше и становиться лучше, то по ссылке в описании вы сможете найти информацию по этому марафону и забронировать свое место. Но поторопитесь, потому что скоро уже все заканчивается и места уже очень быстро расходятся. Удачи вам и мы увидимся с вами в следующий раз. До свидания.